и мы начнем я буду как бы на разогреве еще одна да ты будешь предварять собственно тему по программированию не форш и ревит сразу собственно все что дальше у нас будет сегодня коллеги рассаживайтесь есть еще вроде свободные места вот вон там есть место и вон там вот и вот здесь то хорошо алексей тебе слова алексей лобанов компания прорубим вот алексей расскажет про свой опыт использования ревит и пиа и форши пиа в теме визуализации информационных моделей вот добрый день друзья да у нас начинается новый блок поэтому у меня будет такой доклад про то про кастом и инструменты но часть будет про инструменты время и часть будет про инструменты которые можно это не инструменты это техники которые можно использовать форши чтобы визуализировать какую-то свою информацию я буду рассказывать не про ту визуализацию когда эти прогламированные картинки да а про визуализации на данных потому что если вы делаете какой-то плагин или если вы заказчики вы хотите что-то заказать вам нужно чтобы как чтобы какая-то задача визуализировалась какая-то диагностика расчета еще чего-то то вам необходимо значит это показывать либо прям времени либо где-то в сервисе и вот по это собственно я и буду говорить я не знаю как я в 20 минут положусь но я буду пытаться поэтому я сразу призываю всех рассматривать это все как не как такой вот срыв попровок а скорее как просто дайджест таких техник которые если вас заинтересует или появятся новые вопросы это всегда нужно обсудить например у нашего стенда и там мы всех ждем и так немножко о себе меня зовут алексей лобанов компания прорубим я сам по себе проектировщик по образованию но сейчас уже занимаюсь автоматизацией обучением внедрения и все что с этим связано пара слов о компании у нас тоже достаточно широкий спектр задач мы разрабатываем плагины приложения разрабатываем различные рекламентирующие документы для девелоперов для заказчиков для проектировщиков для всех остальных мы работаем с многими компаниями являемся бим лидерами ну в общем в лучших домах лондона и парижа и поехали значит если вам нужно чего-то на модели как-то отметить или показать самый такой простой способ да он простой как топор это переопределить цвет элемента либо переопределить его материал это доступно всем абсолютно и обычным пользователям и тем кто использует дайна например и тем кто использует плагины я про него даже не буду говорить это самое самое простое если вам нужно как-то что-то по-другому показать на модели или показать во форте то что модели отсутствует или то что не должно являться частью информационной модели то есть информационным элементом а это должна быть просто некая геометрия где-то поля изо поля результаты анализа и так далее как это можно вообще сделать и можно ли это сделать средствами интерфейсов ревитом сделать можно и поэтому получается у нас какие методы вообще существуют визуализации и индикации на модели это те которые создают или меняют сами информационные объекты в модели но тем не менее мы все равно работаем с информационными элементами модели и вторая группа это те которые не изменяют и не добавляет ничего в проект но тем не менее показывают и про них то я хочу как раз рассказать потому что первая группа наша ну более-менее известно наверное всем но я просто упомянул самый самый такой да и форже то же самое только там свои есть штучки вот начала первая штучка в ревите самая тоже простая она доступна как просто пользователям так и тем кто использует скрипты так и тем кто делает какие-то плагины это импактированная геометрия не буду сильно на там останавливаться способ так себе потому что во первых элементы которые мы таким образом создаем в модели они достаточно тяжелые на них мы не можем там напрямую материал наложить они относятся просто какой-то своей категории и они достаточно медленно работают много весят хотя это и стандартный функционал самого ревита и интерфейсах можно увидеть что это функция самого документа вот кстати у меня будут небольшие такие маленькие фрагментики кода не для того чтобы прямо вам открыть глаза и как это делается а для того чтобы вы просто знали куда там можно погуглить если что вот и еще такая штука что сами интерфейсы они требуют чтобы если вы хотите вставить какой-то объект в модель что вы его сначала сохранили как внешний файл форму обычном формате сад и потом уже грузили в проекте просто так на лету сконструировать нельзя и поэтому начиная с API 2015 появился новый объекты direct shapes они несколько похожи на импортированную геометрию но фишка в том что мы можем им задать любую категорию вот можно сказать что это будет стены можно сказать что будут окна и так далее можем на них задать какой-то материал свой и мы можем их конструировать на лету то есть в интерфейсах есть специальный объект который этим занимается shape builder называется и он как раз позволяет конструировать прямо полигончик за полигончиком так тюк 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 их и делать и плюс все в том что это все работает быстрее чем импортированная диаметра потому что ну быстрее реально быстрее раз в 30 быстрее вот и тоже бывает это используется теме кто какие-то скрипты на дайнома делает теме кто делает плагины но сами пользователи простые смертные уже так сделать могут потому что это возможность есть только в интерфейсах в самом пользовательском интерфейсе ревита этих команд не представлено и собственно вторая группа про которой я буду чуть подробнее рассказывать это создание элементов не являющихся частью базы данных от модели да и первые механизм это дарик контекст 3d механизм он появился вот совсем недавно до 18 версии и те кто работает в данном и она уже видели такую штуку это когда вы создаете данному какую-то геометрию или вытягиваете ее из проекта в ревите то вы во вьюпорте ревита видите вот эти вот как бы объекты вот эту геометрию да но вы не можете выделить она не является частью проекта но она видна она видна во всех видах и собственно она показывает то что например у вас только будет если вы какую-то геометрию дайнома генерируете с нуля если вы разрабатывать это плагин или хотите его заказать то вы можете такой этот механизм использовать для своих целей и причем получается плюс ну во-первых геометрия она тоже очень легкая она работает очень быстро можно достаточно много вещей таким образом генерировать геометрия может включать себе не только плоскости она может включать себя линии и точки что особенно например может полезно если вы хотите сделать это плагин для работы с облаками точки например данными измерения вот геометрия может быть она не имеет материалов но она может иметь прозрачность и какой-то цвет причем прозрачность и цвет можно независимо задавать каждому полигончику они просто каким-то объемом там кубиком или еще чему-то и как это все устроено внутри ревита такой вот съемка это устроен следующим образом сам по себе механизм работает на базе другого механизма ревита называется это механизм который был предназначен чтобы писать свои алгоритмы которые частично заменяют алгоритмы ревита вот например это алгоритмы анализа и в чем здесь суть суть в том что и ваше приложение и ваш плагин может создать вот такой вот дарик контекст 3d сервер так называемый которые по запросу ревита будет выдавать какую-то геометрию которая будет отображать вместе с вашей вот основной модели которая открыта как проект и когда он просит вас предоставить информацию геометрию он вам дает во первых параметры вида текущего открытого он вам дает параметры камеры ракурс там еще чё-то и он дает настройки графического стиля и а взамен вы даете ему геометрию который вы можете вообще генерировать на лету то есть можете например анализировать ракурс камеры и в зависимости от этого какую-то геометрию выдавать то есть геометрия может быть интерактивная она не дать что вы ее там один раз сделали и все она показывается она может меняться ее можно перерисовывать как-то там менять это достаточно быстро работающая штука и вот в ходе как раз таки тут фрагменты вот этих строчек они покажут что нужно создать этот сервер нужно его зарегистрировать в системе нужно его включить и тогда реверд будет запрашивать в него информацию и будет показывать во вьюпорте сам по себе сервер он собой представляет объект который вы создаете вот программно и это достаточно низкоуровневый объект то есть вы оперируете не просто там кубиками какими-то там примитивами а вы оперируете чисто полигонами точками их соединениями с одной стороны это сложнее потому что но это нужно все собирать и все это делать менеджмент осуществлять а другой стороны это хорошо потому что такая штука работает очень быстро она не обременена вот всеми этими наслоениями ривита категориями семействами и всей вот этой штукой поэтому работает очень быстро и как это выглядит воочию небольшой видеоролик у нас есть проект который мы для клиента делаем это проект анализа строительную ситуации точнее построение ситуации он анализирует в эту самую внешнюю ссылку из автокада и строит объемы объемы режет их на этажи и там всякие параметры вычисляет и чтобы дать пользователю возможность увидеть что же будет до того момента как объемы будут построены мы использовали эту технику чтобы показать ему как это будет выглядеть и собственно то есть там смысл будет в том что будет генерироваться вот эти вот я их называю фантомные объекты и они будут показывать и давать под пользователю информацию о том что же вообще происходит и тогда его все будет нет это не тот это не тот ролик предыдущий иначе скучно за правильно смотреть презентацию вон пошло то есть мы выделяем куда внешнюю ссылку открывается окошко которое он проанализировал и значит понял что должны быть вот такие вот дома выстроены и пользователь может задавать параметры домов и прежде чем он нажмет вот эту большую синюю кнопку и сгенерировать сама с элементы которые будут нарезаны на этажи мы это все видим как это будет выглядеть и потом и соответственно когда мы меняем вот эту вот в табличке типущую строку то подсвечивается тот объем к которому эта строка относится чтобы пользователь понимал да что где находится какое строение где находится какой участок повторюсь что это работает на всех видах то есть там в плане смотреть 3d где угодно одновременно показывается на всех видах и интересная такая штука заключается в том что когда мы создаем вот этот вот сервер так называемый он привязывается к проекту и то есть если у меня будет я переключусь на другой проект там понятно ничего не будет такого рисоваться но самое интересное что сервер если его своими руками не убить он существует до тех пор пока у вас запущен ревиз и если даже вы закроете проект и потом откроете его заново то у вас все это будет рисоваться продолжать более того если это например окно закрою то и не убью сервер вручную то эта штука будет рисоваться и если кто-то пользовался дайнома то они могли в ранних версиях ну в более ранних версиях такую штуку замечать что у них геометрия вы просто показывается они дайма закрывают она не показывается продолжает они закрывают проект открывает его снова их показывать что сервера не уничтожались нужно убивать вот и на далее вот такой вот механизм и следующий нет не следующий а вот она следующий механизм во которой хотел сказать так называемые это аналайзис визуализации фреймворк достаточно интересный механизм он появился еще 5 2011 года работам 12 версии но мало кто почему-то пользуется хотя механизм интересный он тоже предназначен для визуализации данных не являющихся частью модели вот он работает иначе во первых он позволяет показывать какую-то индикацию не во всем проекте а только на конкретном виде и это во первых во вторых он позволяет раскрашивать объекты либо существующие которые есть модели то есть поверх либо свои собственные которые можно создать они не будут являться частью модели но они будут существовать и показываться только на этом виде на котором мы это показываем на других не будут следующий момент этот механизм позволяет показывать и раскрашивать объекты не просто какими-то цветами это могут быть градиенты это могут быть какие-то направляющие вектора это могут быть просто маркеры текстовые которые там что-то показывают то есть этот механизм для визуализации каких-то отчетов по расчетам вот или по анализу по какому-то и он тоже достаточно быстро работает причем фишка основная этого механизма в том что данные по которым будет раскраска производиться генерируете вы но графику потом может настраивать сам пользователь уже без вас потому что механизм тут следующее во первых есть так называемая схема эта схема результатов анализа это объект который всем управляет есть так называемый data field это поле значений которые вы генерируете ваш плагин и отсылаете вот в эту схему есть графический стиль который вы можете генерировать сами вот либо он уже может существовать и шаблонит у вас и как раз таки ваши данные которые вы загоните схему они будут визуализироваться именно в соответствии с этой графикой которую дальнейшем пользователь может менять как-то настраивать и так далее и все это показывается в окне вот опять же как это выглядит воочию ролик здесь уже сгенерированы это тоже самый плагин не то что мы прямо самое сидели и думали как сделать два механизма потом на юниорске просто само так получилось вот здесь уже сгенерированы у меня домики и я запустил анализ анализ прошел и сгенерировал результаты результаты в виде вот таких вот ячеек каждая ячейка из своего центра меряет просматриваемость и запоминает ее а визуальный стиль графический их раскрашивать в разные цвета чтобы пользователь мог понять откуда просматриваемость больше там или меньше какого-то определенного периода и вот как раз таки есть свойство графического стиля который пользователь может уже редактировать сам по себе это уже не плагин плагин к этому отношению не имеет если я хочу поменять градацию может я хочу делать не три группы до 10 групп вот эти градации или поменять цвет то я могу это сделать уже из стандартного интерфейса ревита сами по себе результаты анализа вот эти вот ячейки они в проекте не сохраняют они не хранятся в проекте но графический стиль в проекте хранится и я на видовом окне его свойства в свойствах вида могу включать отключать какой-то результат расчета вот у меня результат расчета дальность и для этого результата расчета я могу включать какую-нибудь какой-нибудь графический стиль у меня могут много разным я могу их менять это как шаблоны видов примерно получается такая вот штука можно генерировать для вида не один результат расчета а много например у нас есть другой расчет это инсоляция она посчиталась на самом деле считается три результата считается просто проходит ячейки или нет в сп считаются их значит непрерывные период инсоляции и полный период инсоляции и если я хочу посмотреть другой какой-то графический стиль то я могу переключить на виде этот графический стиль и посмотреть например не виде просто такой обычной раскраски о виде градиентов что больше освещается что освещается меньше включится и будет видно то есть это вот такой тоже механизм достаточно интересный который можно использовать своих собственных целях для каких-то для кого-то своего анализа можно можно дальше нам пойти как раз мне осталось пять минут но я попробую уложиться и рассказать про еще некоторые механизмы которые в самом форсе а сам форсина рассказывать не буду потому что времени нет да предполагаем что вы что-то знаете про него но все равно я расскажу сначала упомяну из чего как бы состоит из каких компонентов в юбер форса потому что все это мы смотрим во в юбере да в трехмерном он основан в свою очередь на достаточно популярной библиотеке которая 3ds называется трехмерной библиотеки чтобы право превращать это все и он по сути является надстройкой над ней и дальше этот вьювер сидит над ней а во вьювере можно загружать одну или несколько моделей соответственно мы имеем базу данных моделей информационные объекты у каждого информационного объекта вот этот db элемент у него есть так называемые фрагменты это уже графическая его составляющая визуальная и фрагментов может быть несколько групп это фрагменты фрагмент-прокси и рендер-прокси это две ипостаси каждого объекта первая ипостаси она такая основная а вторая может быть дополнительная которую можно настраивать еще как-то иначе и есть сцена и есть такое понятие как подложки сцены кальки которые могут накладываться поверх и мы можем какие-то элементы видеть видоизмененными поверх основной сцены вот и что можно сделать с моделью в этом случае ну во-первых можно взять какой-то элемент и можно у него поменять свойства материала материалы форже используется стандартный 3ds у него нет какого-то своих собственных материалов вот то есть можно взять объект информационный например какую систему можно найти у этого информационного объекта какой-то слой потому что если стена многослойная и скажем или это просто какое-то семейство которое из нескольких материалов состоит то у него будет несколько фрагментов найти фрагменты и найти у этого материала этого фрагмента взять материал и переизменить свойства этого материала в данном случае меняется компонента L то есть light посветлее становится вот то же самое примерно и с созданием нового материала можно новый материал создать и наложить его и он поменяется и второй механизм такой общий это так называемый как раз таки render overlays это когда мы поверх основной сцены создаем кальку на некоторые объекты и эта калька она может представлять собой какую-то собственную геометрию то есть мы можем геометрию объекта поменять целиком а старый объект отключить то есть информационный это будет один объект но выглядит он уже будет иначе и кроме всего прочего мы можем если этот объект вот имеет такую кальку то калька всегда показывается поверх основной системы если вы смотрели модельки в 360 вивере то вы могли заметить что если вы выделяете какой-то объект то даже если он закроется другими его контуры видны потому что как раз таки выделение это калька над основной сценой такой же самый механизм используется и это делается примерно так и еще один механизм последний это как раз таки использование создание новых объектов 3gs то есть не которые будут являться элементами модели информационной а это просто будут элементы вот самого вот этого ядра 3gs они могут любыми их можно на лету создавать но они не будут выделяться то есть их система выделения ювера forge видеть не будет но если очень хочется сымитировать выделение этих объектов придется делать вручную то есть писать код который будет там пересечения плавки как-то подсвечивать но тем не менее такое тоже бывает используется то и в данном случае создается какая-то просто сфера создается материал материал добавляется в каталог материалов ювера forge это обязательное действие без него не будет материал работать и после этого сам объект добавляется в сцену и сцена перерисовывается вот так и как это примерно на видео выглядит просто последний коротенький ролик вот есть просто домик какой-то здесь минимум интерфейса то есть все сделано максимально как бы для домохозяйки вот и выделение можно заметить так что она сейчас рисуется всегда поверх вот можно отключить объект оставить только в данном случае помещением и при наведении на какое-то помещение находятся остальные помещения которые к этой квартире относятся и у них меняется материал меняется во-первых его прозрачность во-вторых меняется его как lightness да то есть он становится по насыщенней вот можно включить другой режим это статус и продаж квартир и соответственно тоже это сделано вот этим механизмом изменения материала и в конце я специально еще там сделал немножко по-другому чтобы при наведении не просто материал менялся модифицировался а как раз таки показывался уровень над сценой и данном случае можно заметить что он стал немножко сейчас видно или не будет он будет виден как бы всегда поверх других объектов вот даже если мы будем как-то эту сцену крутить то есть это уже будет оверлай работать ну вот так вот вот таким вот образом даже если он заслоняется другими вот собственно такие механизмы фордж в этом плане менее ну скажем так изобретательный чем ревит там все попроще ну и по универсальнее заодно вот наверное вот такие основные механизмы хотел сказать ну и в конце просто скажу что если вас еще интересуют какие-то детали разработки вы что-то хотите заказать или у вас появились вопросы может быть после того что вы увидели то подходите к нам на стенд с удовольствием пообщаемся по любому поводу подходите без повода тоже подходите спасибо спасибо большое все вопросы алексей вы можете задать на стенде прорубим либо сейчас его поймать за пуговицу а дальше у нас идет секция по фордж доклады по форджу нас будет несколько докладчиков первый доклад у нас будет такой угодно и что такое фордж вообще какие есть компоненты и как их использовать и далее уже более такая предметная история